Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас четвертое занятие по курсу маркетинг, которое посвящено маркетинговым исследованиям. В начале мы посмотрим, что такое маркетинговые исследования и какие типы классификации маркетинговых исследований бывают. После этого мы рассмотрим основную характеристику маркетинговых исследований, а именно качественные и количественные методы. И в конце лекции рассмотрим этапы, которые обязательно необходимы для того, чтобы провести маркетинговые исследования. Итак, поехали! Маркетинговые исследования – это объективный и систематический сбор, анализ и распространение маркетинговой информации, который обязательно нужен для компании для того, чтобы принимать взвешенные маркетинговые решения. С одной стороны, это главная аналитическая функция маркетинга. Данное определение было сформулировано из ОМАР. Это Всемирная ассоциация исследователей маркетинга. Данная ассоциация была основана в 1948 году, и на сайте организации вы можете увидеть огромное количество полезных материалов и ссылок по поводу того, как правильно проводить исследования. Основная функция маркетинговых исследований – для чего они нужны, для чего компании необходимо их проводить. Это установление обратной связи между маркетологами, то есть компанией, и потребителями, и в целом партнерами компании. Эта обратная связь необходима для того, чтобы лучше понимать своего потребителя, для того, чтобы понимать, как правильно принимать оправданные маркетинговые решения. В чем смысл маркетинговых исследований? С одной стороны, выявить маркетинговые проблемы, которые могут возникнуть заранее, а также принимать оправданные взвешенные маркетинговые решения в будущем. Вся информация, которая имеется у компании, собирается и аккумулируется, и это называется маркетинговой информационной системой. Она включает в себя несколько этапов. Разумеется, это сбор, анализ, хранение и распространение информации. Следует отметить, что для российских компаний самой проблематичной частью является анализ и распространение маркетинговой информации внутри компании. Потому что информация собирается, большое количество информации о потребителях содержится в отделе аналитики, но затем она не распространяется внутри других отделов компаний. Однако маркетинговая информационная система обязательно нужна для того, чтобы на ранней стадии обнаружить те проблемы, которые могут возникнуть у компаний, а также выявить благоприятные условия или возможности, которые существуют на рынке. И кроме этого, для оценки эффективности разработанных маркетинговых программ. Потому что это единственная возможность связать деятельность компании и получить ее оценку со стороны потребителя. Потребность в маркетинговых исследованиях возникает в очень разных случаях. Сюжеты маркетинговых исследований различны. Если вам нужно вывести новый продукт на рынок, если компания собирается выходить на новый рынок, в принципе, необходимо маркетинговые исследования. Для принятия новых стратегических и тактических решений в области маркетинга. Существуют различные ситуации, в которых на самом деле необходимы маркетинговые исследования. Ввиду того, что этих ситуаций огромное множество, следует понимать, что существуют различные типы маркетинговых исследований. И на них мы остановимся подробнее в следующем разделе. Итак, давайте посмотрим, какие существуют классификации и типы маркетинговых исследований. Во-первых, маркетинговые исследования разделяют по типу информации. на кабинетные и полевые. Кабинетное маркетинговое исследование подразумевает анализ всей имеющейся вторичной информации, которую возможно найти по той или иной проблеме. При этом эмпирические или полевые исследования включают сбор первичной информации, и для этого обязательно нужно выходить в поля и работать с потребителями, анализировать конкурентов и так далее. По области применения маркетинговые исследования делятся на два типа – поисковые и направленные на решение проблемы. Если вы не знаете, какая проблема стоит перед компанией, необходимо провести поисковое исследование. Если вы выявили проблему и необходимо ее решить, то проводится второй тип исследования, нацеленный на решение конкретной проблемы. По целям исследования маркетинговые исследования можно разделить на две части – стратегические и тактические. Разумеется, стратегические, как более важные, проводятся в том случае, если компании необходимо принимать решения абсолютно нового уровня, такие как выход на новый рынок, например. Кроме того, маркетинговые исследования делятся на два типа по тому рынку, на которых они проводятся. Во-первых, это исследования потребителей или B2C – бизнес-то-консюмер. Или, во-вторых, это исследования самих организаций или компаний – B2B – бизнес-то-бизнес. Кроме того, маркетинговые исследования можно разделить на два типа по типу заказчика. Во-первых, если заказчиком выступает конкретная компания, то данное исследование называется ad hoc, то есть здесь и сейчас по случаю. С другой стороны, существует большое количество синдицированных, или, как их еще называют, синдикативных исследований. В данном случае инициатором исследования выступает сама исследовательская компания, а данные могут быть приобретены различными компаниями, которые оперируют на рынке. И, наконец, самой важной классификацией маркетинговых исследований является разделение их на качественные и количественные по методам, которые используются при их проведении. Давайте остановимся на каждом типе немного подробнее. Во-первых, маркетинговые исследования делятся на кабинетные и полевые. На данном слайде вы можете увидеть источники вторичной информации, которые следует проанализировать, когда вы выполняете маркетинговые исследования по определенной теме. Базы данных, всевозможные статьи и журналы. Их можно найти в электронном виде, и поэтому исследования данного типа и называются кабинетными. Исследователь может, никуда не выходя из своего кабинета, получать информацию по данной проблеме. С другой стороны, существуют полевые и эмпирические исследования. Следует отметить, что если вы не можете найти ответ на свой вопрос во вторичных данных, вам необходимо обратиться в поля и провести первичное маркетинговое исследование. Сегодня в рамках данной лекции мы подробнее остановимся как раз на первичных эмпирических исследованиях и на том, как их стоит проводить. Источники вторичной информации о компании можно разделить на два типа. Это внутренняя и внешняя для компании информация. Обратите внимание на источники внешней информации. Это всевозможные источники и средств массовой информации, а также форумы, где потребители выражают свое мнение о компании. Эта информация уже существует независимо от того, анализирует компания ее или нет. И на данный момент является особенно актуальным изучение мнения потребителя о компании, которое формируется в интернете и в печатных СМИ. Кроме того, существуют внутренние источники информации о компании. Это в первую очередь документы и отчеты, которые разрабатываются внутри компании. И во-вторых, это отчеты о предыдущих маркетинговых исследованиях, которые были проведены. Кроме того, маркетинговые исследования можно классифицировать на два типа по области применения и разделить их на поисковые и направленные на решение проблемы. Если проблема еще не была выявлена, нужно провести поисковые исследования, которые как раз и нацелены на то, чтобы диагностировать проблему. Например, почему потребители перестали покупать ваш товар. И во-вторых, когда в компании уже выявлена проблема. Например, снижение спроса на продукцию. Нужно провести исследование, которое поможет решить данную проблему с целью сформулировать конкретные маркетинговые действия, которые будут применены далее. Кроме того, маркетинговые исследования делятся на два типа по целям их проведения. На тактические и стратегические. Тактические маркетинговые исследования проводятся периодически с определенной регулярностью. Это всевозможные мониторинги рынка и исследования, которые необходимы для того, чтобы скорректировать текущие маркетинговые деятельности компании. Примерами тактических исследований может быть изучение потребительских свойств товара, которые проводятся регулярно, или все виды мониторинга рынка. При этом стратегические маркетинговые исследования проводятся, если компании необходимо принять новое решение стратегического уровня. Стоит ли выходить на новый рынок? С каким продуктом выходить на новый рынок? Стратегические маркетинговые исследования проводятся по мере необходимости. При этом, как правило, компании стараются сконцентрировать свои силы на том, чтобы комбинировать традиционные и инновационные методы проведения исследований. Примерами стратегических маркетинговых исследований может стать комплексное изучение нового продукта New Product Development или решение о том, выходить ли компании на новый рынок или нет. Кроме того, маркетинговые исследования разделяются на два типа. Проводятся они для B2B или B2C рынков. B2B – Business to Business. Это исследования, направленные на выявление конкретных проблем, которые могут возникнуть внутри организации. Разумеется, в этом случае применяется ограниченное количество методов. В основном качественные и также анализ вторичной информации. При проведении B2C исследований, которые направлены на выявление предпочтений потребителей, используется весь спектр возможных методов, как качественные, так и количественные. И для проведения B2C исследований, разумеется, нужна статистическая репрезентативность и высокий уровень валидности данных. Кроме того, маркетинговые исследования делятся на два вида по типу заказчика. Это ad hoc исследования, которые проводятся для конкретного заказчика, и синдицированные или синдикативные исследования. Ad hoc исследования необходимы для того, чтобы решить конкретную задачу, которую ставит компания-заказчик. И они удовлетворяют текущей необходимой маркетинговой информации, которая необходима здесь и сейчас. Метод исследования выбирается совместно с заказчиком, и, разумеется, результаты такого исследования принадлежат компании, которая заказала исследование. Существуют синдикативные или, как их чаще называют, синдицированные исследования, которые проводятся по инициативе исследовательской компании. При этом используются комбинации методов, а также наработки, которые существуют. И результаты данных исследований принадлежат компании, которая их проводит, однако все заинтересованные стороны могут купить результаты подобных исследований. Основным примером синдицированного исследования на российском рынке является маркетинг-индекс. Он проводится компанией ТНС, ссылку на которую вы видите на слайде, и впервые был запущен в России в 1995 году. Это панельное исследование, полномасштабное, которое изучает все предпочтения потребителей на российском рынке. Какой сок выбирают потребители, в каких регионах, какой зубной пастой пользуются. И так далее. Вторым примером синдицированного исследования, которым я хотела бы поделиться, является исследование потребительского доверия, которое проводит компания Нильсон. Они также изучают потребителей и на российском рынке, однако предлагают сравнение результатов с предпочтениями потребителей в разных странах. Также это исследование включает действия потребителей в интернете. Более подробно ознакомиться с спецификой данного исследования вы также можете на сайте компании Нильсон. И, наконец, основным делением маркетинговых исследований является разнесение их на два типа – качественные и количественные. Количественные исследования предполагают сбор информации с учетом большой выборки и обязательно подразумевают верификацию и статистическую обработку информации и репрезентативность выборки. Качественные исследования могут проводиться на малой выборке с целью получить более подробные представления о потребителях, их предпочтениях и сформулировать потребительский инсайт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok